Осенью 1237 года хан Батынь с огромным войском подошел к границам Руси. Рязанский князь Юрий послал за подмогой к соседям, но помощь опоздала. Его послов, пришедших в стан Батыя, с дарами перебили. Рязань села в осаду. Четыре дня город держался, но против сильнейшего войска ничего сделать не смог. Считается, что это какие-то кочевники дикие, которые скакали на конях с луками и все. Нет, это было очень хорошо вооруженное войско. Там была тяжелая кавалерия, там была артиллерия по тем временам. Это разные стенобитные орудия, камнеметные машины. И все это они получили, завоевав за 20 лет примерно до этого Северный Китай. После Рязани наступила очередь Коломны и Москвы. В феврале 1238 года монголы подошли к Владимиру. Его осада продолжалась четыре дня. Ни ополченцы, ни княжеские воины не смогли защитить город. Ордынцы умело пользовались феодальной раздробленностью Руси. Договаривались с одними князьями, воевали с другими, используя русские дружины. Братцы, что же вы? Мы же русские. Я же тоже. Я покажу тебе, сволочь Владимирская. Братцы! Эпизод из фильма Андрей Рублев, режиссера Андрея Тарковского, о сложных отношениях русских с Ордой и друг с другом в этот период. Князь предал брата и впустил врага во Владимир, который сопротивлялся до последнего. Так кочевники разоряли храмы, убивали жителей, сжигали поселения, равняли землей непокорные города. И разрушали старые связи, торговлю и всю экономику. Монгольские ханы обязали русских князей согласовывать с ними свою власть, получать специальные ярлыки на княжение, платить дань, отправлять воинов в походы Орды. И так продолжалось почти 250 лет, но к концу 13 века постепенно приходит понимание, что жить под гнетом Орды дальше нельзя. Пора восстанавливать государство. Потихонечку меняется восприятие от этого угнетенного и безнадежного наказания за грехи и вот данного угнетенного состояния нам в ощущении. Вдруг люди стали видеть, что оказывается, где-то на границах Рязанского княжества можно какой-то отряд ордынцев-то и обратить в бегство. Бывает же такое. И потом это бывает же такое стало уже нормальной практикой. Усиливает свои позиции Московское княжество, которое становится центром этой борьбы. Сначала Иван Калита добивается права в одиночку собирать дань со всех русских княжеств и отправлять в Орду. К середине 14 века иго ослабевает, и уже внутри Монгольской империи начинается передел власти. И в это время молодой московский князь Дмитрий Иванович, будущий Дмитрий Донской, и вовсе не признает ханские ярлыки и перестает собирать дань, провозгласив принцип «платить только если заставят». Если придется платить выход, дань называлась выходом в Орду, то тогда и дальше перечислялись земли княжества удельные, с кого по сколько, значит, собирается. И вот этот принцип «если придется платить дань», он реализовывался дальше его потомками. И они между собой дерутся, а мы перестаем им платить. И пока Орда слаба, можно лишние средства направить на укрепление собственной обороны и экономики. Археологи установили, что именно в это время на землях Древней Руси меняется способ хозяйствования. Люди начинают селиться вдали от рек, находят источники пресной воды под землей, строят колодцы и занимают ранее необжитые пространства. И это расселение народа и закрепление его на своей земле – важнейший момент для создания государства. А еще под гнетом Ига на Руси происходит удивительный расцвет культуры. Русским возрождением потом назовут это историки. Андрей Рублев и другие художники создают свои бессмертные шедевры иконописи, расписывают храмы. И это тоже укрепляет дух народа, показывая, что он един, у него общая культура, традиции и история. Дмитрий договаривается с разными княжествами, уставшими от гнета Орды, и собирает большое войско. В это время на Москву уже идет разъяренный темник Золотой Орды – Мамай. Князь с ратниками вступает на защиту города и принимает бой у берегов Дона. О Куликовском побоище сложены легенды. Бегство Мамая с поля боя и первая крупная победа русских воинов во главе с Дмитрием, который сам сражался вместе с ними, стали былинами еще при жизни князя. Это событие положило начало активной борьбе с Ордой. Да, спустя два года, в 1382 году Москву разорит хан Тахтамыш, и зависимость от Орды продолжится еще столетие. Но уже в 1408 году Едигей не смог взять Москву. Он поссорил сына Дмитрия Донского Василия Дмитриевича с литовцами, и пока те сражались и теряли людей, он вошел с войсками в московское княжество. Три недели Едигей безуспешно осаждал Москву, в итоге смог лишь получить выкуп 3000 рублей и отправился назад, но Орда уже была не так страшна. Да и сами монголы невольно при таком тесном общении за эти годы сблизились с русичами. Также очевидно, что длительный период взаимодействия двух разных народов не мог пройти для русской культуры бесследно. Кочевники научили русских готовить еду на масле, то есть жарить. Это быстрый походный способ накормить большое войско. Беляши, пельмени, чебуреки – все это часть кухни ордынцев, которая вошла и в наш быт. Лапша, рис, сухофрукты – многие пряности попали на наш стол благодаря транзиту через Золотую Орду. Здесь, на берегу реки Угры, в 1480 году великий князь московский Иван III стоял и думал, стоит ли ему ввязываться в сражение с ханом Ахматом, или все-таки дешевле будет от него откупиться. Но раз Дмитрий Донской не дрогнул и пошел в бой, значит в этом и состоит миссия великого князя – защищать своих подданных. Знаменитое стояние на Угре, на разных берегах реки, двух воинств – русского и татаро-монгольского, продолжавшееся полгода, так и не переросло в масштабную битву. Ахмат повернул назад, решив сохранить войском, то есть формально ничья, но по сути – победа русского духа и завершение значительного периода русской истории. Иван III стал первым независимым от Орды правителем, назвав себя «государь всея Руси», подчеркивая тем самым единство страны. Он и завершил длительный процесс собирания русских земель, прерванный монгольским игом.